Друзья, всем привет! Сегодня говорим о новом обновлении для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. Не так давно я вам показывал, что было на примере планшетов и что там добавили интересного. И вот мы с вами уже доходим до смартфонов. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Постараюсь этот видеоролик не делать слишком длинным, потому что по факту особых изменений, как оказалось, на смартфонах нет. Хотел бы еще высказаться насчет такого момента. Многие говорят, что вот я там как-то делаю кликбейтные названия, или же допустим у кого-то вышла обнова, которая там 1.8.0, грубо говоря, и то, что я показываю, говорят, что уже не актуально. Но что вообще подразумевается под всеми этими индексами? Если у вас, допустим, 1.0.8, а у меня 1.0.4, то по временному промежутку они будут просто идентичными. Потому как если ваше обновление было выпущено, допустим, под патч безопасности за март, за февраль, к примеру, за апрель уже, когда новое обновление будет выходить, то они будут идентичны друг другу, но при этом разная будет нумерация. Потому если у вас там номер 1.8.0, не думайте, что она гораздо новее и гораздо производительнее, гораздо надежнее, нежели то, что я вам показываю в этом видео. Это было такое небольшое лирическое отступление. Но что же вот сейчас на смартфонах мы с вами получаем? Опять же, как я уже сказал, патч безопасности от марта 2024 года, как обычно, улучшение там системы безопасности, ну и тому подобного. Я, получается, ради интереса перешел на европейский индекс, чтобы попробовать, что же тут интересного есть. Но меня сразу ожидало большое разочарование. Если вы следите за моим каналом, и вы видите вот видеоролики с обзором обновлений, вы могли заметить, когда я показывал на примере этого устройства, одну интересную вещь. Она у нас касается раздела виджета. И когда вы, получается, обновляетесь на эту прошивку, или же ее с нуля ставите, вы не увидите нового вида, который сейчас, ну как бы то, перед вашими глазами. Но для того, чтобы у нас полностью все виджеты проявились, необходимо качать VPN. Не знаю, почему это так. И вот, когда только я поставил эту прошивку с нуля, не обновлял ничего, меня ожидало небольшое разочарование. Но как только в дальнейшем вы обновляете все стоковые приложения, кстати, которые можно найти в нашем телеграм-канале, то вы сможете получить такие фишки, которые позволят улучшить ваше устройство. Теперь затрону немного такой момент, который касается у нас оптимизации и быстродействия. Многие ожидают от смартфонов Oka, что они будут летать, что они там будут работать лучше, чем кто-либо. Но, скажем так, тут есть один важный момент, что у смартфонов Oka установлен Oka Launcher. И в этой прошивке у нас следующая версия. Ее, кстати, также мы публиковали в телеграм-канале в нашем, потому дополнительно ее сливать я, конечно же, не буду, ибо смысл еще раз дублировать то же самое. Но так-то в целом могу отметить, что на Oka F5 Pro данная версия себя ведет очень-таки достойно. Каких-то катастрофических лагов, подвисаний и прочего я не заметил. По поводу фишек, также сверхнового ничего тут не добавляется. Но опять же, за исключением того, что у этого устройства есть возможность выбора минус первого экрана. Либо же это лента виджетов, либо же это рекомендации Google. Честно говоря, я ожидал, что в новом обновлении этому смартфону добавят режимы для взаимодействия с другими смартфонами и планшетами от компании Xiaomi. Но, к сожалению, мы тут с вами этого не наблюдаем. Не там, допустим, Xiaomi Smart Hub мы тут с вами также не сможем найти, потому что разработчики его просто не добавили. У нас тут есть просто управление смарт-устройствами, умный дом, опускаем шторку, и тут просто Google Home. Опять же, если вы не смотрели видеоролик, где я показывал, что разработчики наконец-то добавили Xiaomi Smart Hub, то рекомендую вам с этим видеороликом ознакомиться. Тут же мы с вами ничего не получаем, хотя, казалось бы, OCO F5 Pro это флагман прошлого года. Понятное дело, с другой стороны, что разработчикам интересно как бы, ну, апдейтить и улучшать новые смартфоны, которые вышли в этом году, но, опять же, такова политика у разработчиков. По поводу батареи ничего сказать особо не могу, потому как этим аппаратом не пользуюсь на постоянке, и чего-то сверх такого я вам выдумывать не буду, и напоследок также вам еще покажу показатели производительности в этом обновлении. И этот процессор позволяет из него извлекать следующие показатели. Много или мало судить вам в комментариях, я, честно говоря, не особо вижу, вообще, в принципе, как бы, мериться всеми этими цифриками, потому как каждое устройство, и каждый человек, он использует аппарат по своей какие-то задачи. И подведя итог этому видео, могу сказать следующее, чтобы вы в последующих обновлениях не ожидали чего-то сверх вау, и чего-то сверх нового. Потому как разработчики будут улучшать внутренние механизмы работы прошивки, разработчики попытаются закрыть какие-то баги, известные им, ну и, в принципе, налаживать работу стабильную для оболочки. Ну а если что-то интересное появится, мы, конечно же, дадим вам об этом знать. Так что рекомендую подписаться на нас, чтобы не пропускать все самое интересное из мира Xiaomi, да и не только. Ну а если еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.